Девушки отдыхают 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 делает. Ненавижу просто так, ни за что. Просто ненавижу за то, что он есть. Бесит все, что с ним связано. Объективных причин для такого чувства нет. Не могу понять, откуда оно появилось и что мне с ним делать, как мне избавиться от этого. Всегда думала, что если полюблю мужчину, приму и его ребенка. Не получилось и не получается. Мне перед собой стыдно за это чувство ненависти, но оно не поддается контролю. Это одна история. Подождите еще. Подождите махать руками и кричать, и клеймить главное. Подождите. Вот вам еще одна история. Когда мы поженились, девочке было 5 лет. Тоже пишет другая женщина. Теперь ей почти 18. Выходя замуж, я наивно предполагала, мол, какая разница. Ребенок есть ребенок. Главное, чтобы взаимоотношения с мужем были нормальные. Вырастим. Вот взаимоотношения именно в вопросе воспитания детей не сложились. Всю нашу совместную жизнь мы спорили. Я считала, что за проступки ребенка надо наказывать. Муж замалчивал ситуацию или принимал позицию дочери. Я поставил вопрос ребром. Либо ты отправляешь жить девочку к матери, или мы делим имущество и разводимся. И таких историй у нас есть еще несколько. Их можно объединить одним смысловым названием. Люблю мужчину, но не люблю его ребенка. Такая тема сегодняшнего круглого стола. Ну и на эту тему мы сегодня поговорим. У нас есть замечательные гости. Давайте скорее их представим. Да, давайте их представим, Михаил. Давайте сначала ваших, потому что у вас эксперты, специалисты, профессионалы. Хорошо. С моей стороны Цыцину Кузьминых. Психолог государственной подскажите Цыцину, как правильно? Государственного бюджетного учреждения Московской службы психологической помощи населению. Здравствуйте. То есть это государственная? Государственная. Да, то есть любой человек может к вам обратиться за помощью, вы подскажете, поможете. Да. Замечательно. Наталья Толстых. Толстая. Толстая. Автор книг, психолог, журналист. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Искрена. Адвокат, гражданское, семейное, наследственное право и права ребенка. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Итак, команда Елены, дорогие друзья, ученые, специалисты, врачи. И, с моей стороны, представители богемы. Да, с особым удовольствием представляю Ольгу Ли, профессиональную певицу. Ну, где аплодисменты-то? Не будет больше никаких титлов. Достаточно того, что она прекрасна и как женщина, и как певица. Вот и все. И Павел Шепель, музыкант, видимо, хедлайнер группы «Камни». Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Вы хедлайнер? Или вы басист там сзади? Конечно, конечно. Нет, басист у нас отдельный. Отдельно. Я, да, я хедлайнер. То есть вы вокалист, на вас бросаются девчонки? Я спереди стою. Спереди. Ну, как мне объяснили, ты должен стоять спереди, и, значит, ты божь хедлайнер. Да, вот так вот покажешь. Павел, они идут клином. Вперед. Ну что, дорогие друзья, вот сегодня, пожалуйста, наши эксперты, представители всех сословий и, видимо, всех родов жизненного опыта. «Люблю мужчину, но не люблю его ребёнка». Вот смотрите, что в первую очередь бросается в этих историях. Особенно вот женщина, которая замужем полтора года, ненавидит ребёнка от первого брака и не может понять, откуда явилось это чувство. То есть человек не может с собой ничего поделать. Вот что это за чувство, Михаил? Как вы думаете? Это ревность? Что это? Откуда это? Вы меня спрашиваете? Ну и вас в том числе. Вы меня спрашиваете. Давайте мы спросим лучше у психолога. Вы знаете, я в таких случаях всегда перевожу стрелки на полчаса влево, а там всегда сидит психолог. Наталья Толстая, автор книг, психолог и журналист. Скажите, пожалуйста, вот что такое происходит с женщиной, помимо любви и страсти? Вот ещё у нас описан теперь случай, когда женщина не может с собой совладать. Что это за род ненависти такой? Очень печально, что нет дополнительной информации. Может, там ребёнок, понимаешь, костры у неё на голове палят и режет сумки. Нет, мы исходим из того, что просто это ребёнок. Ребёнок замечательный, а она вот такая плохая. Не бывает двух сторон. Ну не бывает замечательных детей. Давайте сразу. Не бывает двух сторон, вот такая мачеха плохая, а ребёнок такой прям конфликт. Ну на самом деле женщины же очень боятся об этом говорить вслух, да, о том, что они не любят детей. Безуслов. Я люблю тебя, я люблю тебя, но я оставляю очень главное. То, что для меня имеет огромное значение. И именно сейчас стоит вопрос выбора между тобой и ребёнком. Если ты не принимаешь моего ребёнка, у нас с тобой ничего не получится. То есть вы считаете, что мужчина должен взять на себя инистративу? Изначально он должен правильно подать ситуацию. Дальше. Очень жалко, что у нас нет школы любви, и мы не учим друг друга понимать иерархию отношений. Мы все понимаем, что для счастья надо я есть, кто я есть, да, любовь, потом дети, потом родители. А иерархия человеческой жизни. Вот жил мужчина, у него была жена, развёлся, умерла, уехала, бросила, он её бросил, неважно. Была и не стала. Но нет же бывших детей, и они главные. И это надо понимать, и это надо усвоить как аксиому. Они главнее, чем ты. Слушайте, так вот эта причина. Вот бабки-казачки в бане, 17-летнюю, которая выходит в жизнь, да, ещё в эксплуатацию не пущена, они начинают и рассказывают, что вот была женщина, она главнее. Уважай её, лечи её, понимай её, как относится к ребёнку к этому, так и к твоему будет относиться. Как разводился с той, так и с тобой будет ругаться. Как помогает этой, так и тебе будет помогать. Ну, посмотрите, вот вы озвучили, на самом деле, причину, причину, почему эта женщина ненавидит ребёнка, своего мужа. Потому что ребёнок в его жизни главнее, чем она. Она не может понять иерархию, она бунтует, она не стоит на своём месте и бесится. А он ей не говорит, кто она в его жизни. Когда уходит любовь, приходит раздражение, вот и всё. Пока она его любила и лаяла, она её хавала как-то. А давайте спросим Павла. Она её покупала, терпела, оставляла. Да, давайте спросим мужчину, на самом деле. Мужчину, как может... Мне кажется, Павел, в вашей жизни, может быть, не было этого разговора, но, по крайней мере, был случай, был повод для того, чтобы этот разговор состоялся. Ведь вы человек женатый, правильно? Нет, я не женат, но я встречаюсь с девушкой, у которой есть маленькая дочка. То есть вы любите женщину, она любит вас, и у неё есть ребёнок? Да. У неё есть маленькая дочка, её зовут Машка, и мы с ней очень хорошо довольно общаемся. Здесь, ну вот я лично... Как называют тебя? По имени или папой? Машка? Да. Нет, она меня по имени называет, она говорит Пашка. Это абсолютно правильный момент. Тут просто дело в чём. Ни в коем случае не может быть второй мамой. Вот сначала, у нас вот пока, да, мы как-то пытаемся зацепиться за какой-то кругольный камень. Вот разговор. У вас был такой разговор? Что ваша девушка сообщила вам, что у неё ребёнок, и надо это как-то принять, понять, и дальше с этим жить. Попытка расставить точки над и иерархия. Как это всё было? Ну да, у нас этот разговор состоялся практически сразу, как мы познакомились. Кто был инициатором? Разговора? Да. Ну, естественно, девушка, потому что я не знал эту ситуацию, так скажем. Познакомились на концерте, ну, после концерта, грубо говоря. После чего некоторое время общались, где-то около, наверное, недели, полутора недель. Ну, не слишком близко. Потом состоялся этот разговор. В принципе, мне очень повезло в этом плане, потому что я проще отношусь к данной ситуации, я не пытаюсь из неё создать никакой там сложный модель. Ну, вас это не испугало, да, наличие ребёнка на то, что с ним придётся выстраивать отношения какие-то? Нет, вообще, пугаются как бы человека с ребёнком, это люди, мне кажется, старой формации. Это вот раньше было такое, что если у человека, ну, там есть дочка, да. Парш, ты в голосовстве скажи, она ни разу тебе кредитка у тебя не уволокла, просто не порезала ножничками. Нет, кота не высадила тебе в тапки, вот не нагадила никак, ни разу. Кто, ребёнок? Ребёнок, ага, маленький, чудесный. Так нет, ну, любой маленький ребёнок может, ну, нашкодить, это нормально. А персонально тебе. Вот с мамой всё хорошо, маму нету отеца. Нет, мы как-то очень быстро с ней подружились, потому что, ну, я всегда, мне и отец об этом говорил, то есть, ну, я, естественно, спрашивал в совет у родителей. Вот, в первую очередь, ребёнку нужно быть другом. То есть, понятно, что отец нужен, нужен сильный человек рядом, ну, это уже в процессе воспитания, но чтобы наладить отношения, в первую очередь Машке нужен был друг. Такой рычаг манипуляции, представляешь, как путь к сердцу матери лежит через ребёнка. Не-не-не-не, тут ребёнок вакалавра. Ребёнок нет. Ребёнок любит на руках сидеть, женщина говорит, пойду замуж. Биологический папа есть, да, но его никто не знает, где он. На Северном полюсе. Ну, потому что бывает... Сейчас речь не о нём, а скажи, пожалуйста, ну, а у вас вот возникают какие-то беспокойства, может быть, ревности, потому что в какой-то момент мама же уделяет внимание больше своему ребёнку. У меня вообще ситуация такая интересная, я уже говорил, что я проще к этому отношусь. Я вот из-за того, что занимаюсь музыкой, вот этим вот всем разъездами с камнями, очень мало времени вообще провожу дома, то есть меня очень часто нет. И когда я... Очень удобный, очень удобный. Да, когда я прихожу домой, мне не нужно, как вот... Ну, вообще у молодых девушек, у них есть такая вот именно молодость, вот это вот в крови, когда им хочется погулять там по клубам, там вот это вот пошариться, грубо говоря. Вот. А я когда прихожу, мне этого не хочется, потому что я на работе это всё увидел, это в этих клубах, на мероприятиях мне не хочется. Для кого-то это работает, это тяжкий труд. Поэтому я прихожу, мне хочется спокойствия и тишины, а в женщина, которая... Ну ладно, у вас понятная ситуация достаточно, то есть вам повезло, вы просто очень заняты. Давайте скажем так. Может быть, это, кстати, отчасти и рецепт. И рецепт, если бы на вашем месте была женщина, которая переживала по поводу того, что ей уделяют меньше внимания, чем ребёнку. Женщина с ребёнком, она гораздо более как-то серьёзно подходит к этим отношениям. Нет вот этой вот... Смотрите, вот у нас в чате гость, прям так завёлся, что не успел даже подписаться, и пишет, чужой ребёнок это в первую очередь прошлое человека, которого ты любишь. Три восклицательных знака. Просто ревность к прошлому, вот и всё. Вот такое объяснение причины. А я хочу спросить... Давай спросим эту цену, что она по этому поводу думает. Да, цену, потому что через ваши руки, глаза и через ваше сердце прошло огромное количество, наверное, таких историй действительно ли имеет место быть вот такая причина среди главных? Вот ревность к прошлому, и есть причина неприятия? Я бы сказала, что таких историй не очень много, но они есть. И, ну вот я, например, как семейный психолог, как на это смотрю, ну не любите вы ребёнка своего партнёра, никто вас не заставляет. Это нормально, кстати? Вот не надо заставлять, да? На мой взгляд, да, потому что у ребёнка есть родители, вот пусть они его любят. Что может сделать партнёр? Выстраивать контакт с этим ребёнком. И при этом важно как-то понимать этому человеку, этой женщине или этому мужчине, что этот контакт, он будет выстраиваться не очень легко и уж точно не очень быстро. И если мы говорим о взрослом человеке, который понимает, что ребёнок, да, он может, грубо говоря, устроить шороха. И он это понимает. И он, ну и свой ребёнок или чужой ребёнок, он, любой ребёнок на это способен. Слушайте, давайте мы немножко вернёмся, простите, к началу. Вот то, с чего вы начали. Вот не любишь ты ребёнка? Да. И не надо. Вы так спокойно об этом говорите, а ведь это эмоциональный такой очень момент, потому что, во-первых, как сам человек, смотрите, вот в нашей истории женщина, она испытывает чувство вины, потому что как вот мужчину она любит, а это, как говорится, плоть от плоти его, и она его не любит. Как же, кстати, можно смириться в самой себе? Смириться, наверное, с чувством вины вы имеете в виду, с чем к нам смиряться-то? С тем, что она не любит. С ощущением, что она осознаёт, что она не... С ощущением, что она осознаёт, что она не... Значит, возвращаемся к началу того, что я сказала. Если человек понимает, что я не родитель этому ребёнку, у ребёнка есть родители, которые его любят... Ну как, нету, вот смотрите, папы нету в данном случае, то есть его, в принципе... Папа есть, потому что ребёнок не мог получиться не от папы. Нет, ну я понимаю. Папа там должен быть, и поэтому... Биологически есть, но фактически он с ним не может не встретиться, то есть он... Да, и при этом папа есть. И при этом, если папы нет физически, есть мама. Но вы же не скажете, что папа у тебя, в принципе, есть, пусть он тебя и любит. Мама, которая любит, мама, которая воспитывает. А я не имею права на этого ребёнка, потому что я не родитель и никогда им не стану. Ну и хана такого брака. И, ну, немножко тут не соглашусь, потому что... И что живут люди вот так вот, счастливо, хотя бы годик. И не надо стремиться, вот, да. Значит, вот, скорее всего, обращаются с чем? С тем, что, ну, чаще это... Ну вот женщин, на самом деле, по-моему, реже как-то. Вот я вспоминаю один, наверное, случай. В основном приходят женщины, и женщины приходят, как правило, они предъявляют проблему ребёнка. И дальше выясняется, что это второй брак, и есть отчим, с которым не складываются отношения. Потом, поскольку я семейный психолог, я прошу, чтобы этот отчим пришёл. И, как правило, выясняется, что он пытается таки как раз занять место отца. И начинает воспитывать ребёнка. Не выстроив вот того самого контакта. И почему-то априори он считает, что вот ребёнок, вот он, появился, новый человек в этой системе, а семья – это система. И система его должна сразу принять. И ребёнок должен сразу послужно говорить, да, есть, и так далее, и так далее. Ты же просто автоматически вступаешь в должность со всеми формулировками. Сначала можно выстроить контакт с ребёнком. Иди вымой руки, сделай руки. А когда, и через это контакт точно не выстроишь. Выстроишь контакт только через что-то приятное. Через какие-то общие темы, ну и так далее. А вот через что приятное? Это что? Это игрушки, это игрушки. Это я не имею в виду, что перед ребёнком нужно заехать, потому что ребёнок, скорее всего, он это почувствует. И будет проверять. Дети, как правило, они проверяют как. Они начинают ещё хуже себя вести. И вот тут-то вы не покажете всё, на что вы способны. Да, начнёте обижаться, ну и так далее. А вот Павел, вот ваша история. На самом деле Павел, мне кажется, у него очень хорошая позиция. Он очень такая здоровая, и он не стремится на роль папы. И он правильно сказал, что я пытаюсь с ним дружить. Папа у ребёнка может только один быть. Поэтому, ну, дружба, я считаю, это самый правильный выход. Вот нет в школе любви, опять повторяю. Просто вот это такие законы, которые не надо отменять. А подождите, давайте сначала... Папа есть, зовут его папа, так-то и так-то. С папой надо налаживать контакт. Вот тебе телефон, вот тебе папа набран. Даже с 4 года набираешь папу и говоришь, папа, хочу то-то, дай ягодку, я тебя люблю. То есть, пап, как ты себя чувствуешь? То есть, я-то сейчас про кого папу? Про любого, про реального. А тот, который пришёл, его зовут по имени, и с ним можно... Нет, ну реального папы нет просто, видите, вот в данном случае. Он есть, он где-то на Северном полюсе есть. Ребёнок его через некоторое время, возможно, найдёт. И вот, чтобы дальше не было драм, надо всё изначально правильно делать. Женщине плохо. Вот она написала письмо, тошно ей. А личная жизнь и семейное счастье, это когда каждый из партнёров может сказать, у нас дома всё хорошо, ей нехорошо, она может его не любить. Нахрена тогда ей жить в этом браке? Вот объясните. Она чувствует вины, если у неё там есть. То это вина перед женой бывшей, у которой она забрала этого мужа. Да, и когда у ребёнка просто порвана душа на тряпки. Тут мама, которая науськивает. Тут папа, которая красивая тётечка, у них музыка вкусная, да? И они пытаются тебя задобрить. Ни подарками вы не возьмёте, ничем. То есть только любовью и лаской, как говорил Преображенский. Любовью и лаской. Но эту любовь и ласку ещё нужно почувствовать. Вот вопрос к Юле. Юля, вы же тоже сталкивались с энным количеством подобных дел. Да, конечно. И фигурировала ли там любовь и ласка? Скажите, пожалуйста. Вы знаете, смотря с какой ролью заходит человек в семью, да, какие цели ставит. И, во-первых, вот мы не знаем полную картину истории, да. То есть почему так произошло? Наверное, были цели всё-таки построить гармоничную семью. И знала она о том, что выходит замуж и есть ребёнок. Что потом произошло, мы можем гадать. Может быть, и настоящая мама проявила себя активно, да. Руку приложила. Да, руку приложила. И ногу. Да, и руку не ногу. Ну, а таких историй полно. Наверное, у нас появится ребёнка, да. Полно. Ребёнок на усть-каный, полный. С какими-то подарунчиками, какие-то свечки, какой-то мак. Трах-ти-бидох. Ребёнок заходит, посыпает. Это бедная мачеха. Думает, господи, чертёнка в дом пустилась. И начинается такая ерунда с ерунды. Да, Юля, продолжать, пожалуйста. И ещё бывает, что порождаются после этого и иски различные. И камень в прикновение, кто дети. То есть иски об определении порядка общения и так далее. Вот-вот-вот, это очень интересно, да. То есть детей начинают рвать. И манипулировать ими, как разменной монетой. Где дети, там должен быть покой. И нужно создать такие условия, что ребёнок даже и не догадался, что есть конфликт между родителями и так далее. Это, конечно, мастерство. Не догадаться, а не догадываться. Ну, догадываться, но, по крайней мере, сделать участие. Вот вы сказали, что начали с того, что многое зависит от того, с какой ролью человек заходит в семью. Вот какие варианты бывают? Бывают и скрытые мотивы, то есть корыстные мотивы, да. То есть надо рассматривать в каждом конкретном участнике. Мотив – это, понятно сказать, подкуп, обман, подлость, когда человек метит на наследство мадам Грица Суевой. Не только. Бывает выпрыгивает другой социальный статус. Бывает спасаются от опасности какой-то. Бывает суперсовокупление. Мы рассматриваем, когда люди, ну, нормальные люди, вот они просто друг друга. Решили создать семью, они полюбили друг друга. Им хорошо, вот они смотрят в друг друга, всё хорошо. И тут третий. Ну, у них прошлое, у них есть прошлое, у того, у другого есть дети. Да, у них вообще треугольник. Вот они смотрят в друг друга глаза, а здесь дитя. Дитя, оно хочет не просто есть и спать, и ходить в школу, а оно хочет какого-то внимания, и оно занимает определённое место. Вот, Оля, скажите, пожалуйста, как вы считаете, как вы считаете, может быть, у вас опыт есть такой личный, мы ещё с вами не выясняли, может, вы ненавидите какого-нибудь ребёнка. Нет, я считаю, что детей нужно любить, неважно, твой он чужой, приёмный, неприёмный, безусловно. Ну, вот кто главный? Вот представьте, что у вас есть, наверное, молодой человек или супруг, партнёр какой-то, или был, по крайней мере. Простите, что я задаю такие личные вопросы. И, возможно, вот представьте себе, что вы узнаёте, что у него есть или, может быть, были даже дети когда-то. Вот ваши чувства, ощущения. Представьте. Ну, я к этому совершенно нормально отношусь, потому что все... То есть вот лично вы готовы общаться, встречаться с этим ребёнком, проводить время? Потому что всё-таки дети, да, это наше будущее и наше будущее общество. Соответственно, если ребёнок что-то недополучит, да, что-то какие-то конфликты, это всё скажется в дальнейшем. Слушайте, ну вот здесь, ну вот ситуация... А кто главнее здесь? Вы смиритесь с тем, что в данном случае ребёнок, он главнее, чем вы, для этого мужчины? Потому что он маленький, он нуждается в заботе, в воспитании. Неуместен такой вопрос, кто главнее. Можно я картинку прямо нарисую? Вот живёшь ты со своим мужем, 10 лет уже живёте, вдруг делень звонок, 17-летняя Дилда стоит, или он, да, и говорит, папаня, а ты в Саратове был 17 лет назад? Он говорит, ага. А вот такую тёточку помнишь? Он говорит, ага. Вот, помнишь, как вам было хорошо вместе, да? Вот вы дохорошились до меня, я у вас поживу, я поступаю, да? И вдруг папа встречает своего сына или дочку, и они стоятся на кухне, или за стопочкой, или за чаем, и взахлёб. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. В твоём доме живёт чужая Дилда, которая бабки каждый день у него из кошелька хватает, которая тебе... Значит, вы сейчас предлагаете вариант, когда неожиданно падает ребёнок на голову. А что, они по-всякому бывают, неожиданно тоже падают. Ну тогда это неожиданность и для отца тоже получается. Не, но даже если неожиданность, всё равно надо давать на него деньги, надо им заниматься, мужчина тратит на него время. Как женщине реагируют женщине, как реагируют женщине, Ольга? Вот как бы ты, вот так точно человек, вот как бы у вас там, как у вас там. Соответственно, я считаю, что мы должны принимать любую ситуацию. Ты салатики стружишь, а они чешут там с отцом. Ну, наверное. Ну и что? А как должно быть по-вашему? Интересно, я говорю, мы тоже делаем. Рано или поздно всё равно человек, он это увидит. Когда он повзрослеет, он поймёт. Может быть сейчас ребёнок это не оценит. Но я не жду там каких-то, что он в будущем не скажет спасибо. Но, по крайней мере, со своей стороны, я хочу, чтобы всё было достойно. То есть я считаю, что не нужно здесь устраивать скандалы. Давайте просто вернёмся к нормальной ситуации. Потому что у любого человека бывают разные ситуации. Давайте мы отбросим ситуацию, когда внезапно падает какой-то огромный взрослый ребёнок. А когда женщина любит мужчину, и уже с самого начала, честно, этот мужчина показывает у меня вот. Вот у меня мальчик и тоже мальчик. Мне кажется, это вообще изначально лежит именно от натуры человеческой. То есть если женщина изначально готова к этому ребёнку и готова его полюбить, не в том плане, чтобы быть с мужем. Подождите, это какая-то у вас фантазия, что женщина изначально готова. Она не готова изначально. Вот я как раз и говорю, что есть тип... Она тоже так думала, кстати, но... Я искренне старалась. Столкнувшись с реальной ситуацией, она оказалась в шоке. Но оказалось, что она не готова. Значит, вот я вот в тот брак, который вы читали в истории, я в него не верю, он не получится. То есть абсолютно никак не получится, если человек не может привыкнуть как-то к ребёнку. Почему не получится? Потому что... Потому что папа не разрушает там. А вы получите семейного психолога, вот, что говорит нам Цицуно. Она говорит, что не обязана она любить этого ребёнка. Любить-то не обязана, но всё равно приходится находиться всегда всем вместе. Это не бывает так. Если ребёнок далеко и отдельно, то, естественно, здесь... Но она притворится, потерпится. Смотрите, она же говорит, что не нравится, не хочется. Есть такой термин, синдром длительного раздражения. Кто-то когда-то возьмёт ножичек или всё-таки нагадит как-то, или откроет рот и скажет всё, что он думает. Если в определённом помещении квадратном есть человек, который вам не нравится, вы не сможете в ней находиться, даже если там есть ещё 10, которых вы любите. Потому что всё-таки раздражитель присутствует, а когда он присутствует, это уже, ну, не комфорт. А если он ещё и победил, если он ещё с папой шушугается против тебя, то вообще трудно. Идём уже не итог, потому что у нас сейчас будет очень важное... Что у нас сейчас, Лена, включение будет? Да, я думаю, что... Или ролик мы сейчас поставим? Нет, сначала я хотела поговорить ещё о том, что на самом деле, что такие проблемы, они, да, не только в обычных семьях, да. У нас есть звёздные браки, да, собственно говоря, в которых тоже существует, и там люди как-то выстраивают тоже отношения. Мы что, сейчас окунёмся в звёздный брак? Ну, мы попробуем окунуться. Давайте, перед тем, как мы окунёмся... Да, давайте посмотрим фотографии и... Фотографии? Да, у нас есть фотографии звёздных брак. Я хотел сначала подвести итог маленький. Мы можем подвести итог? У нас есть полминуты? Конечно. Студия. Конечно. Значит, отлично. Давайте подведём итог всё-таки, что женщина должна и чего она не должна в этой ситуации. Значит, вопрос такой, обязана ли она любить ребёнка? Давайте просто кратко сейчас каждый вот выскажется на эту тему. А и обязана ли она стать ему родной матерью? Давайте, пожалуйста, начнём с Вас, пожалуйста. Ну, я, собственно говоря, уже сказала, нет. Не обязана? Нет. Хорошо. Юлия, пожалуйста, адвокат, семейное право. В брак вступаю, наверное, не по обязанности, наверное, по зову сердца и души. И, наверное, нужно стараться, чтобы сердце было открыто к ребёнку. Стараться? Всё-таки нужно стараться? В любом случае терпение всегда должно присутствовать у взрослых. Терпение к родным детям-то нужно. Терпение – это не любовь. Я тебя не люблю, но я терплю. Нет, терпение разное бывает. Терпение через любовь – это вот как раз-таки то, что нужно. Можно я ещё немножко добавлю? Да, пожалуйста. Что важно, что на этих бедных женщин влияет ещё то мнение, что женщина должна любить. И если она хорошая женщина, то она должна любить. И все знают сказки бесконечные, там «Золушка» и тому подобное, где мачеху описывают так, как её там описывают. Но в жизни не так, как в сказке. И поэтому женщина, которая под таким социальным прессом про то, что она должна и обязана, если она любит мужчину, то она должна любить ребёнка, то, конечно, такой женщине сложно. Ну ладно, пресс этот есть и женщина должна. И от этого может возникать раздражение. Само собой. Наталья, пожалуйста, давайте только кратко. Я не теоретик, я практик. Должна стараться. Я только что вышла замуж за мужчину с ребёнком и до такой степени возвели культ покойной мамы, до такой степени висят фотографии. Мне было тяжеловато поначалу, но я поняла её и понимаю, что я обязана перед самой собой, чтобы не кривить душой перед самой собой, чтобы чувствовать себя хорошо, чувствовать себя хорошо моему любимому мужчине и дать возможность ребёнку не горевать, не смотреть на наше счастье и печалиться, а понимать, что папа живой, молодой, и он хочет жить. Мама на небе, и мы её сочтим и поминаем, а я живая, и это здорово, я люблю её, и это очень хорошо. То есть вы не стремитесь занять место мамы, вы строите новое отношение. Ольга, пожалуйста, вот в этой ситуации, как вы считаете, женщина должна в себе родить, выработать эту любовь или всё оставить как есть? Но одно слово «должна» уже у человека вызывает отторжение, поэтому я считаю, наверное, нужно стараться полюбить, но не занимать там место биологической матери. Павел, пожалуйста. Я абсолютно уверен, что стараться, естественно, должен, но если получилось, то это очень классно. Если не получилось, то тут что поделать, надо что-то менять. Надо что-то менять. Хорошо, давайте посмотрим, как подобные истории могут выглядеть в жизни. У нас есть фотографии, которые иллюстрируют такие ситуации, которые происходят не только у обычных людей, но, знаете ли, и у звёзд. А, пожалуйста, давайте посмотрим. Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Нет, это у нас фотографии Валерии и Иосифа Пригожина. У них в общей сложности шестеро детей от прошлого брака у Валерии и от прошлого брака у Иосифа. Вот тоже они. Ну, собственно говоря, вот они пытаются выстраивать отношения. Сейчас мы видим Наталью Подольскую и Валерия Преснякова. С ними сын Никита, который сын Владимира Преснякова-младшего. Собственно говоря, он совсем не намного младше Натальи. О, Наталья в центре, кстати. Да, Наталья в центре. Получается, что Наталье 31 год, а сыну 22. И такая небольшая разница в возрасте, как говорит Наталья, сделала их друзьями. Никитку я просто обожаю. Я очень горжусь его достижениями и талантами, считает Наталья Подольская. Дальше, пожалуйста. Вот. А вот и Евгения. Да, вот Евгения Плющенко и Яна Рудковская. Тоже они подошли к своим бракам, каждый со своим багажом. У Плющенко есть сын от первого брака, у Рудковской два сына, тоже от прошлого брака. Сейчас у них родился общий ребёнок, пара счастлива. И тоже, да, пытается общаться с детьми, выстраивать отношения. Вот. И... Заметьте, что женщина скромно держится на заднем плане, не выпячивает свою роль. А дети, например, вообще все счастливы. Да, причём практически в одинаковых мальчиках. Удобно стоял. Да. Ну и, собственно говоря, у нас есть ещё аудиозапись. Наш корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Ольга Абакумова пообщалась с певицей Валерией на эту тему. Очень счастливая. Все-таки на предмет совместной жизни, совместного брака, общих шестерых детей. Вот, пожалуйста, ролик. Я думаю, что нам всем будет интересно послушать. Давайте. Валерия, здравствуйте. Это Ольга Абакумова, «Вечерняя Москва». Вот поделитесь, пожалуйста, опытом. Ой, ну вопрос, конечно, сложный, потому что семьи распадаются по разным причинам. И, собственно говоря, в нашей ситуации, наверное, всё было, может быть, проще. Части потому, что каждый из нас не явился причиной распада предыдущей семьи. Поэтому изначально как-то у детей не могло быть обиды на меня. Но всё равно, тем не менее, поначалу было, наверное, какое-то любопытство. Встречались по каким-то таким приятным поводам. Какие-то были просто праздники. Ну, поскольку дети действительно живут со своими мамами. Уже потом, когда уже какое-то время прошло, в трассе улеглись, ну, как-то стало проще. Мы ездили всегда вместе отдыхать, и, собственно, продолжаем это делать. Наши дети, мои дети с детьми очень хорошо общаются. То есть они общаются помимо нас, не через нас. Они общаются непосредственно. Мне кажется, самое главное, знаете, проявлять нормальный человеческий интерес. Что происходит в их жизни. Ну, если ты это делаешь искренне, если тебе действительно не безразлична судьба этих детей и вообще их жизнь, то дети же, существа такие, они искренне чувствуют. Они на это очень реагируют живо. Идут на контакт. А скажите, пожалуйста, вот с кем вам было проще найти общий язык? С девочками или с мальчиком? Мы одновременно стали общаться со всеми. Ну, наверное, знаете, еще как бывает. Все же дети разные. Кто-то более замкнутый, кто-то более открытый. Вроде бы со всеми одинаково, но они даже и с своими родителями общаются по-разному. Поэтому здесь нельзя оттебывать или ждать какого-то совершенно одинакового отношения. Это было бы противоестественно. Поэтому я могу сказать, что с кем-то мне легче, мы с кем, скажем, больше на одной волне, вот чисто эмоционально, энергетически, да, чем вот с младшей дочкой Юсиной. Да, мне, ну, с ней вообще ничего не надо объяснять. У нас с малых лет и с годов меньше. Может быть, как женщина с женщиной. Ну, может быть. То есть мы как-то с ней очень так подружились прямо вот сразу, прямо с лету. Прямо до какой-то одной энергетической волны. У него потрясающая мама, к сожалению, мы с мамой в замечательных отношениях. Вот, с Юсиной младшей, вот, мамой младшей дочки. Я могу сказать, чем, допустим, Юсин покорил детей моих. У нас отношения сразу как-то достаточно легко стали вкладываться. Конфликтов не было. Потому что чужой человек появляется в семье. Все-таки какие-то конфликты даже были бы, наверное, естественные и ожидаемы. Но он сразу стал жить их жизнями. Вот чем они интересовались, он сразу включался в процесс. Вот что нужно, а что как, как интересно. Какие-то вместе обсуждали какие-то вопросы, игрушки какие-то, компьютер, еще что-то. Ну, то есть вот через их жизнь надо просто быть более вовлеченным в жизни ребенка. Так что он тебя воспринимает как друга. И уже не важно, как ты ему доводишься. Женой или папой, или как. Он просто воспринимает как друга. Ну вот, вот наконец-то у нас вырисовывается рецепт. Во-первых, смотрите, ни слова не было сказано о том, что Валерия или Иосиф пытались воспитывать. То есть общение, да, обмен какой-то, да, интересоваться делами. Но никто не говорил о том, что вот воспитывать, научить чему-то, вырастить, воспитать качество, что-то передать. Короче, значит, как-то вот ребенка, отформовать его. В жизни пришла статуировка и наркота в кармане. Как не воспитывать-то? Вот ты молодец, вот рассказал такое. Ну а вот есть, давайте прямо, Наталья, давайте, я не знаю, 5-7 правил, вот как женщине себя вести. Кто? Дядя Вася, сосед по площадке? Ну вот нет, вот в данном случае родной отец пусть и воспитывает. А мама вот новая, да? Я просто обожаю эту пару, они у меня в Инстаграме, я слежу за их жизнь. И она является другом, она не пытается оказать на детей какое-то насильное влияние. Вот, во-первых, надо держать фасон и давать, не танцевать у себя на голове, не быть жесткой, да. Во-вторых, очень многое зависит от мужчины. Все фотографии, которые вы показали, там мужчины с волей, с харизмой, с силой и с грамотной подачей материала. Вы посмотрите, какие дядьки. Они разрулят любой конфликт, что один, что второй, что третий. Ну вот, про дядька понятно. Да, просто мужчина ее не любит, и она пытается заслужить эту любовь, а второй страх за страхом смерти меня не любит. Она понимает, что он любит дочку больше, чем ее. А нет, она не пытается в этой истории. И она прекрасно это понимает. Она просто, понимаете, у нее единственная проблема, у этой женщины в этой истории, в том, что... А кто-то должен быть виноват. Нет, в том, что она чувствует вину за то, что она не испытывает любовь к этому ребенку. И более того, у нее, естественно, ну в данной ситуации для нее образом, у нее возникает только вот ненависть, потому что ей приходится делить этого мужчину и так далее. За один приход к специалисту решается этот вопрос. Она поймет, что это не вина, а что-то другое. За два часа мы разрулим и разведем тучи руками. Ей просто нужно срочно перестать пытаться кого-то полюбить и любить так, как она чувствует. Вот мне хочется подвести все. Давайте попробуем проговорить, я не знаю, если это возможно, да, какие-то 5-7 этапов, что женщина должна делать. Вот у нее мужчина, да, с ребенком... Ему может не хватить времени. Вот она первые три сделает и все. Ну вот что ей делать? Ей там, я не знаю, оговорить с мужем количество денег, которые он будет выделять на ребенка. Вариант. Вариант, да. Я не знаю, оговорить дни, когда он с ним будет встречаться, да, решить приводить его к себе. Значит, но это она договаривается с мужем, а ведь речь идет о том, что происходит непосредственно. Вот она же остается когда-то один на один с ребенком, без мужа. Не хвататься ли с ним, или не оставаться. Вот что скажут наши специалисты. Она нарисовала себе картинку изначально какую-то очень такую жесткую, а здесь получилось, что в жизни на самом деле надо быть очень гибким. Просто вот это и есть такое понятие, абсолютная любовь. То есть вот... Ну это понятие, слушай, но она не любит. Ну я вот, смотрите, как говорится, ведь есть такое хорошее выражение. Она нет и сюда нет. Ну не люблю я его. Если она учится, значит, она хочет наладить отношения, она пытается, она пытается это сделать. Это можно оставить вот как есть? Нет. Нет, я думаю, что... Не люблю, вот и все. Ну тут надо уточнить, если ребенок ее раздражает, то тогда это очень плохо. А если просто у нее не получается его полюбить, то, ну это другое совсем. Раздражает. Прямо там написано раздражает. Да, прямо она говорит, прямо раздражает, прямо ненавижу. Прямо вот ненавижу за то, что он есть. А бесит все, что с ним связано. Все прекращать и останавливаться. Были поставлены определенные цели, когда она выходила замуж и так далее. А так получилось, что в жизни-то, вот в реальной, простой бытовой жизни бывает много сложностей. Ну а в простой бытовой жизни, да, ребенок хамит. Что делать, да? Идти, рассказывать его папе, жаловаться папе, решать вопрос самой. Как быть? Своим презиром. У кого? У специалистов. У ребенка. Вот когда он хамит, надо просто сразу опуститься на уровень ребенка и сказать, слушай, помоги мне вот с новорожденным. Или помоги мне, пожалуйста, у меня не получается. Застигни. Сотрудничать. Больно. На три. Спасибо тебе большое. Найти в чем попросить, дать ему власть и сказать ему спасибо. Иногда разминируются за один день. А это не приведет к тому, что ребенок сядет на шею? Это манипуляция. Это дрессировка, такая же, как у животных, только людей называется воспитанием. Ты воспитываешь его тем, что ты его уважаешь. Ты просишь его о помощи. Не говоришь, пошел, принес, воды, дай, плохо. Ну, сделал татуировку. Ну, сделали из телевизора. Слушайте, ну а как себя-то такая женщина будет чувствовать, что она будет чувствовать? Она будет чувствовать, мало того, что я его не люблю, я еще подло, так сказать, и манипулирую безо всякой любви. Она чудесно будет себя чувствовать, когда бьется результат, а у них будет тише. Какой результат? Ребенок будет заниматься своей жизнью, найдет себе партнера, развернется и уйдет. И он начнется нормально, хорошо. Но это вы говорите, если ребенок уже близок к вылету из родительского гнезда. 16-17 лет. А если ему 3, 4, 5, 6, 7 и еще как минимум впереди 10 лет? С уважением к нему относиться, садиться на уровень его глаз. Или поднимать его на уровень своих глаз. Говорить, что он молодец. Говорить, что так со мной не надо. Вот представьте каждый раз, когда вам хочется его стукнуть линейкой по голове. Вот как бы поступила Алла Борисовна? Или там Валерия? Вот она сейчас луснула бы его линейкой? Или бы она развернулась, хлопнула дверь и ушла? Или бы она еще бы был в форте? Мне кажется, Валерия запела бы. Запросто могла запеть. Можно просто взять стакан воды и вылить на голову. Очень часто имеет место. И ущерба нет, и человека дома. Но с какой позиции это все делается? С позиции взрослого обливать. С позиции взрослого? А просить о помощи с позиции ребенка. Ну что, значит, я старше тебя, значит, я могу тебе вылить стакан воды на голову? Ну если ребенок разбуянился, то первое... Как женщина, которая, мужчина, уходит, она говорит, я сейчас прыгну с балкона. Он может, там, напила с таблеток. Он может с ней бякать. Он может ее спасать от балкона. А может просто вылить кастрюлю воды. Она не будет прыгать, сто процентов. Если ребенок себя нормально ведет, если он не дает повода вылить ему стакан на воду... Уходит тот, кому тяжелее. Она приходит и говорит, милый, давай ты снимешь нам квартиру с тобой. А ребенок будет жить здесь. Давай наймем ему няню. Давай сделаем комнату. Давай сделаем комнату, щеколду большую, чтобы он закрывался, если ему надо. Давай наймем ему няню. Давай позовем твою маму. То есть нужно еще кто-то для битья. Уходит всегда тот, кому тяжелее. Уважаемая, скажите, пожалуйста, у вас были такие случаи, когда люди вот таким образом пытались решить свои проблемы. Не очень поняла, каким. Когда они пытались как-то ребенка на отдельную площадь отселить, отгородиться от него няней. То есть если не получается контакт, тогда вот идут люди, значит, там отдельная комната, щеколда, няня. Ну вот ты как раз зачитывала вначале, что давайте отправим к маме. Да, или куда ты его отправишь. Или отправим к маме. Ну, если это возможно, то да. Ну, так бывает, наверное, что не всегда это возможно. И, скорее всего, если бы, например, ко мне обратилась такая семья с такой проблемой, то я бы, наверное, подумала вот о чем. О том, что дети – это такой своеобразный громотвод. И громотвод еще очень часто, не очень часто, а в основном, в отношении взрослых. И я бы спрашивала у этих супругов по поводу чего они не могут, почему они не могут, почему так сложно договориться. То есть как это громотвод? То есть отыгрываются за счет ребенка, что ли? Да. Дети, потому что самые младшие в иерархии, в семейной. И вот так устроена социальная система семья, что дети выполняют такую функцию. Тем более, что дети, они всегда хотят нравиться взрослым. И иногда так бывает, что, вернее, не иногда, но так устроено, что дети сплачивают семью. И вот мама с папой бесконечно, вернее, мама, прошу прощения, мать их и отец бесконечно ругаются, потому что, ну, к примеру, я не знаю, там, пятилетний ребенок, там, не знаю, не хочет есть, разбрасывает игрушки, там, устраивает истерики и тому подобное. Он борется тоже за свое место в этой семье? Ну, я бы имела в виду, что ребенок, он часто вот такое отражение отношений взрослых. И почему-то они не могут никак договориться. И почему-то вот у этой женщины, ну, к примеру, потому что часто тут говорят, ревность к этому мужчине. А они пытаются договориться вообще во всех этих, в разбирательствах, вот, садились ли они, мужчина и женщина, пытались ли они поговорить друг с другом, распределить роли, то есть с каких позиций мы действуем, что мы делаем? Как правило, они говорят, что да, мы пытались, но у нас ничего не получилось. Но ведь женщина, наверное, очень сложно признаться мужчине, с которым она живет, что я не люблю твой ребенка. Да какой удар по вас? Конечно, это все равно, что подписать себе приговор. А все, он заморочился и начал думать об этом. В этот момент я вспоминаю один свой случай, когда, значит, женщина, ее мужчина, и она узнает параллельно, что, ну, вот была такая связь, в ходе которой, в общем-то, фактически чуть ли не в одно и то же время родился второй ребенок. Ну, то есть помимо общего, ребенок в стороне. Да. И вот женщина пришла, и в том числе она очень много говорила о том, что я не могу, я не хочу принимать этого ребенка. И вообще я против вообще того, чтобы муж принимал участие в жизни этого ребенка. И, собственно говоря, в ходе работы выяснилась одна такая деталь в том, что эта женщина в детстве была на этом же самом же месте, когда семья отца не принимала ее. И она сказала, что и мы с мамой туда не лезли, и сейчас я не понимаю, почему я должна этого ребенка принимать, любить и так далее. Поэтому, мне кажется, вот та проблема, которая называется, ну, вот как наша семья, я не люблю, она иногда, ну, так более глубокая и уходит иногда и в какие-то детские корни этой женщины, в ее семейную историю. Само собой. Юля, а вот... И все это имеет место быть, и поэтому дополнительные сложности возникают. Ну, вы все время говорите, пытаться полюбить, пытаться. Как можно заставить себя кого-то полюбить? Надо учиться, да. Как можно научиться кого-то полюбить? Как ты веришь в Бога, как ты любишь? Как ты сам себе все мотивируешь? Я могу полюбить только тогда, когда мне изнутри это скажет мой мозг, я не знаю, там, мое сознание, что я люблю этого человека. Когда ты любишь мужчину, вот ты женщину свою любишь, и ребенок автоматически вливается, потому что ты хочешь ей угодить, ты хочешь в ее порадовать, правильно? Ну, а вот это и есть. Расстраивать не хочешь. Вливается в структуру семьи, а не в мою любовь. Это разные вещи. Я не могу заставить себя полюбить человека, который просто идет бонусом, грубо говоря, к моей девушке. Это не так. Я люблю ее. Но за бонус. Опять же, я принимала решение, например, я приехала, посмотрела, что выбираю, какой паровозик, да, что меня ждет. Получилось жесточайший отпор, мне стало интересно. Я подумала, я буду воевать, я буду сражаться. Слушайте, когда любовь не сильная, злодеи не появляются. Я смотивирую этой женщине, почему она должна пойти домой, и как ей нужно сделать, и она пойдет, как будто на нее с обосвал с пряниками обвалился. Ну, подождите, вы будете сражаться за что? За то, чтобы у вас возникла любовь к этому ребенку? За ее внутренний комфорт. У нее должен быть комфорт. Она идет домой, она там тоже живет с этим дядькой, и что-то там не так. Он не разруливает, и ребенка, она про нашу героиню. А, про нашу героиню. Вот, у нее должен быть внутренний комфорт. Для того, чтобы он был, она должна все вот здесь по полкам разложить. Там каша. На вашем примере, вы говорите, что когда вы оказались в такой ситуации, вы приняли решение, что вы будете сражаться. Вот за что вы сражаетесь? Неужели за то, чтобы у вас к этому ребенку, к чужому, в общем-то, вам ребенку, который идет бонусом, простите, друзья, чтобы возникла любовь, вы за это сражаетесь? Нет, я мужчину люблю, у меня автоматически она влилась к нему, да, то есть это как рука, как нога, как прошлая жизнь. Я уважаю. Но вы же не любите ее, как его. Люблю, объясняю. Он пришел к моей двери, такой, каким сделала его вся предыдущая жизнь. Учеба, люди, каждый попадался, чему-то учил. Была замечательная женщина, от нее осталась посуда. У него ребенок идеальный, они противоположные с моей, и мне прямо интересно, за что я сражаюсь? Сражаюсь за состояние комфорта внутри у его ребенка тоже. Для этого я, прежде всего, не мучаю ее, переезжай к нам, будь с нами, сиди, выполни наши требования, прописывайся. То есть вы также ставите ребенка в голову угла? Где ты хочешь быть? Она человек, так же, как и моя. Они должны принимать решения, и это здорово, когда мы советуемся с ними, даже с маленькими. А они у вас между собой общаются? Да, дружат. Дружат? Ну, нам удалось это сделать. Огонь и вода, татуировка и отлично. Но это тоже пришлось выстраивать? То есть это тоже выстраивалось? Постепенно, на цыпочках. Ну, я психолог, и, слава богу, мы сделали все без осечек. На цыпочках, у каждого свой характер, предыдущие жизни, да, но при этом они понимают, что папа и мама, ну, как бы, я у Ани, мама, да, он у Ани. У нас просто одинаковые Ани, по 16 лет. Папа, наши родители нашли друг друга, давайте не будем мешать этому. Мы правильно смотивировали. Помогите нам, чтобы вы не ругались. По отношению к дочке вашего любимого человека, вы как друга или как мама выступаете? Мама, я не могу быть, там, если еще раз повторяю, мама есть. Или как мачеха, это тоже третий вариант. Я Наташа, мне нравится, Наташа, ты, это хорошо. Но вы можете сказать, что вы друзья? Вот как Паша. Да, мы друзья, может, спросите нам, привезти подружку. Или все-таки, ну, подожди, а вы до этого говорите, что должна быть позиция взрослого. Я с позиции взрослого, я не сюсюкаюсь. Не, боже мой, зачем оно мне нужно? Нет-нет-нет, я есть я, так же, как и в Ани. Я не знаю, у меня есть друг, например, понимаете, вот сейчас сегодня для меня счастье, я веду программу с Еленой. А еще у меня есть друг, маэстро Орехов, человек с усами. С которым вы тоже ведете программу. Мы друзья, понимаете? Но если я начну вести себя с ним с позиции взрослого, мы уже не будем друзьями. Не факт. Понимаете? Я могу вылить стакан на голову, чтобы успокоить его тогда. Если уж будет плохо свести, можете. Ну, подождите, а дружба, это значит хавать все, что происходит? Нет. Тебе скажут, о, божья роса, тебя плюнули, тебя обхомили. Нет, дружба, когда вы на равных находитесь. Дружба всякая бывает. Дружба, это прежде всего. Дружба, сказать правду или не сказать. Дружба, это спасти или поделиться куском хлеба. Нет, нет, дружба, это не вылить стакан воды. Но когда нет такого, что, понимаете, ведь когда у вас позиция взрослого, то это сразу у вас больше прав. То есть, если что, то есть, тут вы друг в этой ситуации, а тут вы раз, я уже взрослая. Не путайте понятия, не путайте. Мама и папа, они в любом случае взрослые. Так. Сюсюкать с 16-летними девочками идиотизм абсолютно. Это проигрыш полный. Но как подружки, мне почему? Они станут и будут нами командовать. Вы себе не представляете, какие девочки в 16 лет. Но. Но быть старшей подругой, например. Подругой, а. Это же не то же самое, что быть взрослой. Она может ко мне обратиться по любому вопросу, если ей будет нужно. Но сидите сейчас совком и веником и выметать насильно ее какие-то страхи, переживания. Я дождусь, пока она приползет, вот ко мне ляжет по одеяло. А поделиться вот друг с другом, у нее какая-то история, у вас какая-то история. Вот это возможно? Ну, безусловно, мы разговариваем без насилия, без хруста, без драм, без обязанностей. Единственное, что было один раз, когда со мной не поздоровались. Вот тут я дала очень крутую реакцию, теперь со мной здороваются всегда. То есть, есть какие-то правила, которые надо выполнить? Есть законы дорожного движения, да. И родители должны быть счастливы, им нужно в этом помогать. Паш, ну вот скажи, пожалуйста, а твоя дружба, она имеет вот такие ограничения? Когда ты вдруг захочешь вспомнить, что тут вот я уже взрослый, я тут старше, а ты, знаешь, иди в углу пошли. Ну, вы знаете, у меня есть один хороший друг мой, он на несколько лет младше меня, наверное, лет на шесть. И просто я с ним давно уже знаком, и у нас бывает такое, что мы на равных, а бывает такое, что я просто со старшей позиции ему некоторые вещи советую. И этот опыт мне в этом плане как раз пригодился. Ну, это совет, то есть он в данном случае сволен принимать этот совет, не принимать. Этот совет, да, он не призывает человека полностью подчиниться тому, что я говорю. Этот совет просто дает ему право выбора, грубо говоря. Ну, а представь, что вот теперь это не друг, а это всё-таки, ну, это ребёнок. Пусть он чужой, но в данном случае, как бы, это ребёнок часть твоей семьи. У ребёнка есть, в первую очередь, биологическая мать. Ну, хорошо, но ты видишь, что там ребёнок курит, я не знаю, или делает себе наколки какие-то, или ещё что-то. Ты ограничишься просто советом или будешь выступать как друг в этой ситуации? Я ограничусь просто советом, а мать этого ребёнка ограничится своими способами воспитания. А если ребёнок тебе скажет, ты мне не отец, не учи меня жить. Это значит, я не нашёл контакта с этим ребёнком, значит, я не научился с ним дружить. Значит, нужно что-то менять, нужно что-то делать. А сделаешь ты что? Ты вот это всё скажешь в ответ, она тебе скажет, что ты мне не отец, ты скажешь, да, значит, я не нашёл контакта, или что-то делать. Нет, мы с ней сядем и поговорим просто. С ней или с её матерью? Это если... Нет, с матерью. А зачем с матерью? Мне нужно с ребёнком найти контакт. С матерью я уже нашёл контакт. Вот. Ну, это, естественно, если взрослый ребёнок, если ребёнок ещё маленький, это, наоборот, даже удобно. То есть в это время проще найти контакт с ребёнком, чтобы когда он уже вырос, он уже воспринимал тебя как хорошего друга, а не как просто знакомого человека. Но всё-таки, дорогие друзья, это речь не о дружбе между ровесниками. Давайте мы будем отдавать себе отчёт. Это дружеские отношения всё-таки между старшим и младшим. Либо между мачехой и падчерицей, либо между отчимом и... Что это? Тоже падчерица. А если это сын, то это пасынок. Ужас какой. Как страшно сказки вот этих звёзд. А вот у меня ещё небольшой вопрос к Юле, пока мы не попрощались. Она намазала её вот этой грязью зелёной потом. Вот у нас Юлия всё-таки, да, занимается семейным правом. А какие существуют запреты? То есть их можно как-то жёстко, да, запретить, я не знаю, юридически там, да, чтобы... А, ты имеешь в виду права ребёнка? Да. Нет, нет. Или, ну, условно говоря, что запретить, чтобы, да, допустим, новая жена не общалась там с ребёнком или как-то. То есть вот эти моменты, они насколько вообще регулируются правом? Если есть какой-то вред ребёнку, то, соответственно, второй родитель может поставить вопрос. Но это должен быть доказанный какой-то инцидент, вред, там, справка, переломи. Соответственно, да, то есть употребление правом своим. А в данном случае, если всё комфортно... А права ребёнка в данном случае вот гораздо важнее, потому что ребёнок здесь самая незащищённая сторона. На него повесили, значит, функцию громоотвода. Сегодня мы с тобой дружим почётным, понечётным, ты у нас с громоотводом работаешь, а сейчас она вообще не до тебя, сынок. Иди там сам как-нибудь. И вот права ребёнка. Если ребёнок, ну вот, там, в данном случае мачеха, не любит его, есть ли какая-то защита для ребёнка от нелюбви мачехи, может ли ребёнок пожаловаться на то, что его не любят? Ну, просто вот ему плохо. Его не бьют по башке, не мучают, не применяют к нему телесные наказания, но ему плохо, он может прийти и, пожалуйста, сказать, что вот мне плохо, мне тяжело вот с этим человеком. Это как-то будет воспринято? Нет, естественно, конечно, ребёнок может сказать, и взрослые должны отреагировать, там, или в школе, или орган опеки. Соответственно, это нужно, конечно, всё проверять. Бывает же, что и дети злоупотребляют своими правами, да? А что сделает орган опеки в этом случае, если к нему, как говорят, поступит информация, сигнал? Ну, вообще, с детьми надо осторожен. Чувственная осторожность должна быть к детям. Орган опеки тоже, соответственно, не должны быть. Они на чьей стороне, вот изначально, есть же какая-то априори позиция органа опеки, он всё-таки больше будет прислушиваться к жалобам ребёнка? Он должен их выслушать, оценить ситуацию в семье, выслушать и папу, и маму, посмотреть, действительно ли, в соответствии действительности, те речи, которые исходят от детей. То есть, действительно ли мачеха обижает, условно говоря? Да. И ещё такой вопрос, хочу акцентировать внимание, что определение места жительства ребёнка, вот этот иск, он может со временем несколько раз подаваться. То есть, если ребёнку некомфортно, и действительно подтверждается факт, что некомфортно... А ребёнок может выбирать? Да, с 14 лет. С 14 лет ребёнок может выбирать. В 10 лет спрашивают ребёнка, но, соответственно, не последнее слово за ребёнком, потому что бывает, что и манипуляции, и внушения детям, и так далее, всё оценивается в совокупности. В любом случае, ребёнок – это ценность, и мы должны это взрослые понимать, и делать всё, чтобы детям было комфортно. Хорошо. У меня вопрос к Ольге. Оля, вы молоды и прекрасны. Спасибо. Вот, скажите, пожалуйста, мы выяснили, что если вы попадёте вдруг в такую ситуацию, когда вы полюбите мужчину, а у него ребёнок уже есть, то, в принципе, с этим ребёнком надо дружить. Да, наладить контакт. Это всё понятно. Вы налаживаете контакт, но вот, как вы считаете, нужно ли его воспитывать? Ведь мамы-то у него нет, как ни крути. То есть даже если она есть физически, контакт с ней или ограничен, или его вообще нет, то есть фактически он получает по полной только со стороны отца мужскую часть воспитания. Вот вы готовы взять на себя, при том, что вот вы говорите «я друг», «я тебе друг», «мы с тобой подружки», готовы ли вы всё-таки воспитывать и женскую часть воспитания вкладывать в этого ребёнка? Да, но я считаю, что воспитание должно заключаться не кнут и пряник, а, наверное, собственный пример. Да, то есть я должна показывать прежде всего своим примером. Вы будете брать его или её на концерт с собой? Конечно. Великолепно. Великолепно. Лучше подружки, чем если она скажет «включай меня по телевизору», не включит. А на отдых. У меня на самом деле вообще с детьми получается, даже вот с чужими, налаживать контакты. Я понимаю, что только искренние отношения могут дать свои плоды. А на отдых, вот если вы едете с любимым человеком, да, и там у него ребёнок, который каждую секунду, там «папа, подай сок», «папа, надуй мячик», «папа, там, пусть надень мне ласты». Но если я полюбила этого человека, я должна принять всё, весь его, как говорится, багаж. Ой, много таких приходит у меня страдалец, приходит, говорит, один отпуск в году, и обязательно в этот отпуск мы едем с ребёнком. Всё испорчено, посередине ложится, меня отгоняет, всё портит, да. Трудно. Нужно две недели с ребёнком, а две недели без ребёнка. Трудно. Нужно обсуждать, и мужчине говорить, мне плохо, помоги мне, пожалуйста. То есть про это можно говорить? Можно по-тругому подавать. Не я ненавижу твоего ребёнка. А сказать, слушай, что-то происходит не то, мне не очень хорошо, мне плохо, помоги мне, пожалуйста. И если он правда любит тебя, он сделает всё, чтобы вам помочь. Ну что ж, настало время подводить итоги, дорогие друзья. Час пролетел незаметно, как одно моргание. Понимаете? Раз, и всё. И за этот час мы столько всего узнали, перебрали буквально все варианты. Любить, не любить, что себе можно позволить, чего нельзя позволить. Как, в конце концов, сделать и этого ребёнка счастливым? И семью, и себя. И себя ещё не забыть. Тема действительно непростая сегодня у нас получилась. Давайте мы уже как-то, каждый скажет по итоговому слову, сейчас счастливая возможность. Знаете, как в суде. Последнее слово, дорогие гости. Пожалуйста, кратко напоминаю для тех, кто к нам только что присоединился. Тема сегодняшнего эфира «Люблю мужчину, но не люблю его ребёнка». И вот как быть в этой ситуации, сейчас короткий рецепт каждой из наших экспертов, гостей и многоопытных, так сказать, людей, которые повидали и многое пережили, несмотря на свою молодость. Вот мы сейчас услышим. Давайте начнём. С кого начнём? С Тацино. Пожалуйста. Что делать? Да, что делать, если я люблю мужчину, но не люблю его ребёнка. Что делать? Бежать, может быть. Мне хочется как-то вам помочь им что-то сказать. Просто клиенты часто задают такой вопрос, что делать. И это всегда меня ставит в тупик. Потому что, ну, вот научить клиента жить я вот не могу, не умею, не учили. А что можно предпринять, это, ну, если это отношения, если это отношения такие серьёзные, стабильные, то понятно, что ребёнка вы никуда не денете. И поэтому... Даже не думайте. Ну, а куда он денется? Он всегда будет в жизни, во всяком случае, вашего партнёра. Да. Да, если вы можете там как-то вот, на мой взгляд, это не реалистично, но так вот, вот есть партнёр и нет его ребёнка, то ради бога. Но, скорее всего, так не будет. И поэтому, ну, вот какую-то такую работу, настраиваться на какую-то такую внутреннюю работу над собой, на такую достаточно, ну, длительную. И, наверное, набраться терпения, потому что, ну, ребёнок он сразу, скорее всего, не будет принимать. Прекрасно. Спасибо большое. Движемся дальше. Юлия Искринна, адвокат, гражданское и семейное наследственное право и права ребёнка. Пожалуйста. Ну, мне, конечно, хочется, чтобы было меньше поводов обращаться в суд, что всё-таки люди находили мужчину и женщину в браке, где есть ребёнок, всё-таки старались садиться за круглый стол разговаривать, пытаться понять и ребёнка, и не перекладывать всё-таки проблемы на ребёнка, и в добрый путь. А что главное-то, что должно стоять во главе угла, как вы считаете, счастье этой пары или счастье ребёнка? Надо понимать вообще первопричину и цель, то есть понимать свою роль, для чего вообще создаётся семья, с какой целью, ролью зашла, например, женщина туда, понимая, что есть... Вот она его любит, и как с какой? Ну, не обязательно выбирать, можно ещё счастье ребёнка, и своё счастье это вот... Ну, можно, мне кажется, это... Стараться расти, и ребёнок это увидит, и я думаю, что всё будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Наталья Толстая, автор книг, психолог и журналист. Я стояла в ЗАГСе с обручальным кольцом, и были все родственники моего мужа и наши дети, и я сказала, я пришла в твою жизнь для того, чтобы она стала лучше. Я пришла её раскрашивать, и всё, что у меня есть, я отдам. Когда любишь человека, уходит состояние моё, и появляется это мы, это всё мы, мы очень разные, у каждого своя правда. У нас есть проблемы, это нормально, друзья, мы всё порешаем, я вас всех очень люблю, и разводиться не собираюсь. И как-то это поимело место. Я практик, и поэтому я считаю, что я пришла в вашу жизнь для того, чтобы все вы стали больше. Это самый важный залог гармоничного моего личного состояния. Я раскрашу, даже Алла Борисовна любит какие-то конфеты, к ней можно прийти со взяткой, материальный стимул никто не отменял. У каждого есть какие-то интересы. Заползите в них. И вот через эти интересы вышивка, не знаю, я не катаюсь на лыжах, я всё равно плю глинтвейн, я всё равно смотрю, как они катаются, щёлкаю их. Я всё равно нахожу кайф в чём-то. Мой кайф. И когда включается разумный эгоизм, мне и моему мужчине должно быть хорошо. Для этого всем должно вокруг быть хорошо. И всё. И тогда всё отключается. Не надо соперничать с ребёнком, она проиграет. Да. Прекрасно. Ольга Ли, певица, пожалуйста. Я согласна с Натальей. И хотела бы от себя добавить то, что терпение труд, всё перетрут. Поэтому нужно постараться полюбить ребёнка. Потому что если ты любишь мужчину, ты принимаешь его, его семью и всё, что для него имеет ценность. Спасибо большое. Павел Шепель, музыкант группы Камни. У меня всё просто. Проще относиться и больше разговаривать. Это вот самое, наверное... Ну, это рецепт, который помогал мне не только вот в ситуации, связанной с сегодняшним эфиром, а вообще в очень многих ситуациях. То есть вы за то, чтобы не замалчивать проблемы, а замалчивать их? Ни в коем случае. Это самое-самое страшное, когда ты замалчиваешь. Нужно всегда разговаривать. Как бы это ни было тяжело и сложно, нужно всегда разговаривать. Потому что чем честнее ты относишься к человеку, тем проще вам решить твою или его, или общую проблему. Тем более, что, друзья, если вы откладываете разговор, он ведь всё равно состоится только в суде. Зачем вам это? Есть умное выражение. Никогда не воспитывайте своих детей. Воспитывайте себя. Всё равно дети будут похожи на вас. Прекрасно. Замечательно. Ну что ж, и к нам присоединилась Ветка Персикова, наш постоянный, так сказать, ветеран и краса нашего чата. И она начала... Здравствуйте, Ветка. Привет, Ветка. И первое сообщение, собственно говоря, как итоговое слово. А у меня нет такой проблемы, пишет она. Сразу вникнув в суть вопроса, на секунду буквально. Если я люблю мужчину, то я люблю всё, что его окружает, даже его бывших. Не говоря уже про настоящих. Дети ведь бывшими не бывают. Замечательно. Ну что, всё идёт тому, дорогие друзья, что ребёнок, конечно, раз он встретился на вашем пути, во-первых, он не виноват, а во-вторых, это счастливый повод и возможность познать новые глубины вашего собственного сердца. Понимаете? Потому что, ну, если бы не было этого ребёнка, может быть, вы бы так и не научились бы любить немножечко вот не только таким узеньким лучом, ну, немножечко вот так вот с расширением, понимаете, когда могут попасть ещё несколько людей туда. А может быть, вы бы и не поняли, что вы так любите этого мужчину. Да, и это ещё даёт повод, да, задуматься, понять, насколько ты любишь мужчину, насколько ты хочешь бороться за отношения, за семью. Ну, мне кажется, это очень важно. Когда ты не думаешь, ты, насколько ты его любишь, любишь и всё. Замечательно. Мы даже не сомневаемся, что если вы кого-то любите, а вы все кого-то любите, то вы любите его без ограничений. И, как говорим мы на телевидении, да, спасибо, Наталья, что вы напомнили, широким фокусом. Ну что ж, ещё раз представлю вам Цицину Кузьминых, психолог Государственного бюджетного учреждения Московской службы психологической помощи населению. Вот теперь всё, справедливость восстановлена, мы представили всех. Дорогие друзья, пересматривайте ещё раз эту программу, если будет холодно, темно или голодно, да и просто время от времени. Читайте газету «Москвичка», как всегда скажу я. Любовь там, в газете «Москвичка». Любовь там, и там будет много информации по сегодняшнему эфиру, я думаю, что будет полезно ещё и прочитать. Конечно, будет выжимка конкретная, понимаете, итог рецепта. Если не с вами это случится, вы всегда сможете дать конкретный какой-то совет и оказать помощь вашим близким, тем, кто попал в такую ситуацию. Ну что ж, мы прощаемся с вами. Прощайте, дорогие друзья. Елена Флешикова. Маэстро Помидоров. Мы встретимся через неделю. А сегодня вечером ещё вас ждёт встреча с великим и искусным Кириллом Кальяном. Да, будет сегодня Кирилл Кальян? Обязательно. Будет, обязательно, конечно. Конечно, вас ждёт полёт на крыльях ночи и великолепной музыки. Так что приготовьтесь хорошенько к прекрасному вечеру. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова